Всем привет! В этом уроке нарисуем весенние цветы в вазе акварелью. Нам понадобятся акварельная бумага, карандаш, ластик, акварель, кисти, вода. При подготовке видео использовалась продукция и производство компании Эрих Крауза. Акварель Эрих Крауза состоит из 18 ярких насыщенных цветов. Краски быстро сохнут на поверхности, придают эффект легкости и воздушности картинам, а цвета легко смешиваются между собой, образуя новые оттенки. Итак, нарисуем эскиз. Намечаем на листе бумаги, где будет находиться ваза. Рисуем для вазы центральную ось. Намечаем ширину вазы и линиями обозначаем, где будет располагаться горлышко. Нарисуем основную форму вазы. Дорисовываем детали. Рисуем дно вазы и верхнюю часть горлышка. Убираем дополнительные линии. И вазочка готова. Приступим к рисованию цветов. Легкими линиями обозначаем величину самых крупных в букете цветов. Дальше прорисуем каждый цветочек. Нарисуйте в хаотичном порядке цветы разного размера. Между ними нарисуйте ветки с листьями. Убираем ненужные нам линии. Дорисовываем подснежники. Они имеют очень простенькую форму. Думаю, вам не трудно будет в букете дорисовать эти цветочки. Дорисовываем сломан Дорисовываем подснегframes В банорке цветов. А humour прилив Ну вот, наш эскиз готов. Можно приступить к рисованию натюрморта с цветами акварельными красками. Начинаем с фона. Для того, чтобы фон получился красивым, живописным, нарисуем его в технике по живописи акварель по мокрому. Для этого сначала смочим чистой водичкой бумагу вокруг цветочков и вазы. Для начала нам понадобится голубенькая и темно-розовая краска. Рисуем пятнышками, как на рисунке. Краска должна свободно растекаться. Добавим туда же немного желтого цвета. Фиолетовым рисуем тень, падающую от вазы. Обратите внимание, краска мягко ложится на поверхность бумаги и нету в тени резких контурных очертаний. Продолжаем нашу работу. Закрасим вазочку. Нам понадобится синий на светлых участках вазы. И для теней возьмем темно-фиолетовый цвет. Музыка. Музыка. Придайте вазочке объем, самые темные места это собственная тень, снова прорисовываем фиолетовым цветом. Редактор субтитров А.Семкин на этом этапе раскрасим цветы в вазе, вымешиваем фиолетовый с малиновым и наносим краску на самые крупные цветы крокусы. Закрашиваем разными оттенками этого цвета, где-то светлее, где-то темнее каждый лепесток. Раскрасим на дальнем плане крокусы теми же оттенками, плюс добавим голубого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Голубым цветом раскрасим подснежники на каждом лепестке, где находится тень, рисуем светло-голубым. Зеленым перекроем стебельки и листья. Редактор субтитров А.Семкин темно-зеленым прорисуем серединки подснежника. Серединка у крокуса будет оранжевой. Затемним цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Более детально прорисуем каждый цветок, стебель и листик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я надеюсь, вам не сложно было нарисовать вот такой красивый нежный букет весенних цветов. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под видео. Всем творческого настроения. Пока!